Вы затронули тему гордости также. Интересно, что преданные, например, они поклоняются Кришне, кажется, что они должны не гордиться при этом. Признают Кришну, поклоняются, но при этом все равно, наверное, ничего не видят вокруг себя. Не гордятся, преданные? Но они же поклоняются. О, это гордость поклоняются. Ложные или поклоняются. То есть поклоняются Шилоправпада через нас, в этом наша связь с Шилоправпада есть с Гуруппарампара, поэтому процесс работает. Если ребенок сидит на коленях у отца, за рулем машины, может думать, что... Нет, нет, в том-то дело, что преданные действуют с позициями от каври тоже. И если они сознательно не развивают смирение, они никогда не станут трезвыми. Рано или поздно не потеряют вкус. Ну а как практически преданные смирения повседневной жизни развивают? В повседневной жизни? Да. Я думаю, что каждый день за этим следить сложно будет, потому что процесс неожиданный всегда. Непланомерный, может быть, такой. Как смирение развивается. Как один период не пришел, сказал, грубо говоря, отрежьте мне ложное. Дайте мне наставление, прямой такой. Я выдержу. Это хорошо, хорошо. Но не сейчас. Сейчас ты готов. Я сделаю, когда ты не готов. Тогда да, что-то значит, что ты ложная готова уже принимать. Как говорил мой первый дикши-гуру, живое существо, говорит, очень, ну, могущественно. Аханкара, очень могущественно. Если даже его возьмете, говорит, стамеску, плотно прям, представьте, к ложному эго непосредственно. Выдарите молотком, успеет вывернуться. Это очень-очень тонкий элемент. Поэтому здесь, на самом деле, как бы гуру один не сможет разрушить ложного эго. Он должен быть духовным учителем, именно связанным с Богом. И вот, по милости Кришны, это возможно. Потому что находится внутри ложного эго. Не извини, а внутри ложного эго. Свердуша. Поэтому гуру он извиня говорит, а сверхдуша изнутри подтверждает то, что он говорит. И так дать станицу возможно. Смирение. Да, следите за отношениями. То есть, очень важно, как мы общаемся с окружающим миром и с преданными. Источник смирения – это духовный учитель, конечно. В нашей практике это исключительно так. У его стоп, мы чувствуем, что я просто глупец. Я никто. То есть, это вот присутствие духовного учителя, значит, я ученик. И вот в этом состоянии мне не нужно говорить. Нужно просто слушать. Вот это вот имеет огромную цель. Смиренное слушание. И так постепенно начинает понимать свой истинный Я. Как пробуждение сравнивает такое. Пробуждение или выздоровление болезней. То есть, практически означает слушание духовного учителя помогает нам развить смирение, если мы стараемся услышать, смиренно слушать. Если мы слушаем смиренно духовного учителя, то мы сможем слышать, что он может говорить из разных источников. О, я слышал это духовного учителя, а сейчас то, что он сказал. Это уже и смирение, уже и признание, принятие истины.